Мы приветствуем всех, кто подключился к нашему вебинару, который называется «Оформление разных видов отпусков в 2015 году». Мы выбрали эту тему, потому что тема достаточно актуальна, и в прошлом и в нынешнем году было очень много изменений, связанных в том числе и с оформлением отпусков. Поэтому я обязательно расскажу вам об этих изменениях и акцентирую ваше внимание на них. Зовут меня Светлышева Ольга Юрьевна, и я являюсь членом Национального союза кадровиков и сертифицированным специалистом в области кадрового менеджмента. Я кандидат юридических наук. Начинала свою деятельность с преподавания в высшем учебном заведении, проработала там 10 лет и затем перешла в другое направление, лечаное направление управления персоналом. Доросла до директора по персоналу. На сегодняшний день я преподаю, веду курсы в нашем центре, курсы по управлению персоналом для менеджеров по персоналу, директоров по персоналу и кадровые курсы для работников кадровой службы, отделов кадров, специалистов кадровой службы, начальников отделов кадров. Мои контакты. В вашем личном кабинете вы можете видеть мою почту, адрес моей почты корпоративной. Здесь на слайде он выделен красным. Можете писать, задавать вопросы. Единственное, только обязательно пишите, кто вы, где мы с вами встречались. И не всегда успеваю ответить в этот же день, поэтому беру себе сразу же пару дней для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Подробнее о всех специалистах, о наших преподавателях, вы можете прочитать на нашем сайте специалист.ру, главный преподаватель. У каждого преподавателя есть своя страничка. И, конечно же, контакты в социальных сетях. Facebook, LinkedIn, Мой Круг, Одноклассники, ВКонтакте. Видея зарегистрирована. Пожалуйста, приходите, будем дружить. В нашем центре мы проводим разные курсы, как я уже сказала. Курсы по оформлению трудовых отношений, в частности, это кадровая работа в современной организации разных уровней и менеджер по персоналу, тоже разных уровней. Вот сегодня то, о чем мы будем говорить, будет относиться скорее к оформлению трудовых отношений, то есть к оформлению документации, то, чем занимаются кадровые работники. У нас есть ряд вебинаров, посвященных и менеджерам по персоналу. Если кого-то заинтересует курс, любой из этих курсов, можете звонить по телефону или записываться на вашем сайте. Всегда рады вас видеть. Вопросы, которые мы обсудим сегодня на нашем вебинале. Вебинар рассчитан примерно на полтора часа. При этом я постараюсь уложиться в час, ну, может быть, чуть больше. Остальное время оставим на вопросы. Во время вебинара я отвечать на них не буду, потому что вполне возможно, что эта информация будет чуть позже, и вы услышите ответы на свои вопросы. Если же они останутся, то у нас будет с вами примерно 20-25 минут для того, чтобы обсудить те вопросы, которые мы не обсудили во время вебинара. Итак, какие же вопросы мы будем рассматривать? Первый вопрос. Какие виды отпусков предусмотрены российским законодательством на сегодняшний день? Второй вопрос. Должен ли работодатель вносить все виды отпусков в график отпусков? Мы знаем, что график отпусков – это обязательный документ. Так вот вопрос. Какие отпуска мы будем уносить, а какие мы не обязаны уносить? Третий вопрос. Посвящен дополнительному оплачиваемому отпускам. Как их правильно оформлять? Как рассчитывать компенсацию за неиспользованные дополнительные отпуска при увольнении работника? Здесь есть свои нюансы, о которых мы тоже поговорим. Есть еще один нюанс. Когда работник уходит в отпуск, то на этот период отпуска могут приходиться какие-то государственные праздники. Вопрос. Как правильно рассчитать продолжительность отпуска с учетом этих праздников? Еще один вопрос, который очень часто задают наши слушатели и наши коллеги. Сгорает ли отпуска? Речь идет, конечно, в первую очередь не об ежегодном оплачиваемом отпуске, потому что про этот отпуск, про основной отпуск все уже знают, что они вовсе не сгорают. Обратите внимание, что слово сгорают поставлено в кавычки, потому что это некий такой слэп, да? То есть они никуда не пропадают, и при увольнении работодатель обязан оплатить все дни те, которые работник не использовал. Я имею в виду основной ежегодно оплачиваемый отпуск. Но есть и другие виды отпусков, например, дополнительный оплачиваемый или учебный отпуск. Вот вопрос, как с этим быть? Если у работника был учебный отпуск, а он в это время работал, должен ли работодатель ему оплачивать? Или предоставлять дополнительные дни отпуска? Шестой вопрос. Что делать, если работник не хочет использовать учебный отпуск или отпуск какой-то другой, например, по беременности и родам, или отпуск по ходу за ребенком? Седьмой вопрос. Если возникает какая-то форс-мажорная ситуация и производственная необходимость, требует присутствие работника на рабочем месте, а работник находится официально в отпуске, вопрос, можем ли мы его отозвать? Опять же, что касается ежегодного оплачиваемого отпуска, основного, там более-менее все понятно. А вот что делать в случае, если работник в этот момент находится в учебном отпуске, например? Еще один важный вопрос, на который приходится отвечать нашим кадром работникам, как оплачиваются разные виды отпусков, потому что оплата тоже разная. Ну и, наконец, можно ли заменить неиспользованные дни отпусков денежной компенсацией, если работник не хочет использовать, а хочет получить деньги? И в заключении мы посмотрим, какая ответственность работодателя, какую ответственность несет работодатель за нарушение правил предоставления отпусков. А в конце, как и обещала, ответим на вопросы. В самом конце, после того, как я передам вам всю необходимую информацию по нашей программе, я приготовила для вас несколько вопросов. Пять вопросов для того, чтобы понять, насколько мы усвоили этот материал. Поэтому, если вы хотите пройти этот тест и понять, насколько вы его усвоили, вы, пожалуйста, обращайте внимание на эту информацию. Можете ее конспектировать. Итак, вопрос первый нашего вебинара. Какие виды отпусков предусмотрены трудовым законодательством, российским законодательством? Всю информацию, которую я буду сейчас излагать, я буду опираться на трудовое законодательство, в частности, на Трудовой кодекс Российской Федерации, буду делать ссылки, поэтому это не голословно, это действительно подтверждено нормативными актами. Там, где нет этих нормативных актов, я буду говорить о том, что это рекомендовано или я вам советую это сделать. Это значит, что это просто мнение какого-то эксперта, в частности, меня. Итак, виды отпусков. Начиная со 114 по 127 статью, в Трудовом кодексе все достаточно подробно написано о ежегодном основном оплачиваемом отпуске. Кстати, хочу напомнить, что у нас в марте был вебинар, он сейчас, запись этого вебинара, выложена на сайте специалист.ру, который посвящен именно основному оплачиваемому отпуску, и там мы тоже рассматривали всякие нюансы, и, в частности, рассчитывали количество дней отпуска, в зависимости от каких-то там ситуаций. То есть практические моменты тоже были. Если кому-то интересно, можете найти записи этого вебинара и посмотреть. Кроме ежегодного основного оплачиваемого отпуска, есть еще и ежегодные оплачиваемые дополнительные отпуска нормальной и удлиненной продолжительности. Причем, если ежегодно основной оплачиваемый отпуск положим всем работникам, которые работают по трудовому договору, причем не только по основному месту работы, но и по совместительству, то дополнительные отпуска представляются только определенным каким-то категориям работников. Уважаемые коллеги, у кого-то включен микрофон, я вас попрошу отключить звук микрофона. Для этого вы можете пройти в наше окошечко, и там, где ваше имя, да, просто кликнуть на значок микрофона, и он будет отключен. Потому что иначе мы слышим ваши звуки, то, что происходит у вас. Еще один вид отпуска – так называемый учебный отпуск. Почему я говорю так называемый? Понятия учебного отпуска в Турдом-кодексе отсутствуют. Этот отпуск называется очень длинно. дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка работникам, совмещающим работу с обучением. И регламентируется статьей 173, начинается с 173 до 177. Понятно, что все это выговорить практически невозможно, поэтому, с вашего позволения, я заменю на более короткий и более употребляемый среди наших коллег. Это учебный отпуск. Статья 255. Она регламентирует отпуск по беременности и родам. А 256. Отпуск по ходу за ребенком. Ну и, наконец, есть еще отпуска, которые не оплачиваются, но могут предоставляться работнику. Это отпуска без сохранения заработной платы. Итак, мы перечислили с вами все виды отпусков. И когда будем обсуждать тот или иной отпуск, мы будем говорить о том, как правильно поступать в том случае, если используется тот или иной отпуск, вид отпуска. Несколько слов об основном оплачиваемом отпуске. Напоминаю, что он предоставляется ежегодно. Ежегодно, при этом, пока работник находится в отпуске, за ним сохраняется место работы. Мы не имеем права его уволить по инициативе работодателя. И должны оплачивать средний заработок. Как рассчитывается средний заработок, чуть позже тоже расскажу. Основной оплачиваемый отпуск исчисляется в календарных днях. То есть учитывается и суббота, и воскресенье, если это пятидневная рабочая неделя. Минимальное количество дней отпуска составляет 28 календарных дней. Ну, а если к нему еще прибавляется дополнительный отпуск, то максимально пределами не ограничивается. Вот основные моменты. Следующий вид отпуска – дополнительный оплачиваемый отпуск. И если мы откроем 116 статью Додого кодекса, то увидим, что дополнительные оплачиваемые отпуска могут быть разные. Например, дополнительные отпуска оплачиваемые работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда. Регламентируется 117 статья. Сейчас подробнее о них тоже поговорим. Кроме того, возможно, у вас есть работники, которые имеют особый характер работы. 118 статья тоже разъяснил, что это за работники, что из себя представляет этот особый характер работы. В случае, если кому-то из ваших работников установлен ненормированный рабочий день, работодатель обязан предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск согласно 119 статье. Если ваши работники работают в районах крайнего севера, при равных местностях, то согласно 302, 321 и 322 статьям, работодатели обязаны также предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска. И дальше у нас в 116 статье написано «И в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством». Что это за другие случаи? Например, это работники транспорта и связи. Этим работникам предоставляется дополнительная отпуска. Следующий вид отпуска – это учебные отпуска с сохранением среднего заработка. Согласно 173 статье, работодатель может предоставлять учебные отпуска всем работникам, которые обучаются. Но обязанность предоставления этого отпуска регламентируется определено и ограничивается определенными критериями. Они как раз и перечислены в 173 статье. Например, если работодатель сам направляет работника на обучение, то он обязан при всех условиях, если работник даже не впервые получает образование, а второй, третий или какое-то очередное высшее образование, работодатель обязан ему предоставлять этот отпуск. А вот если работник самостоятельно поступает на обучение, то учебный отпуск с сохранением среднего заработка работодателям предоставляется только тем работникам, которые получают первое высшее образование. При этом образовательные учреждения должны иметь государственную аккредитацию. И есть разные уровни образования, чуть позже я подробнее об этом расскажу. Это программы бакалавриата, специалитета, магистратуры. Независимо, какая организованная правовая форма, это могут быть государственные учреждения, либо частные учреждения. Но работник должен обучаться при этом либо по заочной, либо по так называемой очно-заочной, то есть вечерней форме обучения. Для работников, которые обучаются на дневном отделении, предоставляется отпуск без сохранения заработной платы. Успешно обучающимся в этих учреждениях, что подтверждает справка вызов. С нынешнего года мы пользуемся новой формой справки вызова, и о ней я тоже расскажу. Следующий вид отпуска... Да, вот хотела рассказать о уровнях высшего образования в России. В соответствии с 273-м федеральным законом об образовании в Российской Федерации выделяются следующие уровни высшего образования. Бакалавриат, специалист и магистратура. Кроме того, там еще есть и послевозовское образование, такие как аспирантура или адъюнктура для военных и правоохранительных органов, ординатура для врачей, ассистенттура, стажировка для творческих специальностей, и получается диплом об окончании. При этом часто задают вопрос, а если работник уже имеет какое-то высшее образование, уровень высшего образования, допустим, бакалавр, у него есть диплом бакалавра, должен ли работодатель предоставлять ему отпуск, учебный отпуск, если он обучается на следующем уровне высшего образования, уже есть одно высшее образование, должен ли он. И об этом говорит федеральный закон номер 11ФЗ о внесении изменений в статью 108 федерального закона об образовании в Российской Федерации, где сказано в фонде 15-го, что лица, имеющие высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации дипломированный специалист, имеют право быть принятыми на конкурсной основе обучения под программой магистратуры, которая не рассматривается как получение этими лицами второго или последующего высшего образования. Следовательно, бакалавриат и специалист имеют право дальше продолжать свое высшее образование и работодатель до уровня магистратуры должен оплатить учебный отпуск. Перед вами форма, новая форма справки вызова, которая утверждена в 2013 году, и сейчас мы ей пользуемся. Она изменена, и номер этой справки, этого приказа Министерства образования, номер 1368, а 19 декабря 2013 года. 173 статьи перечислены сроки предоставления дополнительных отпусков на младших курсов 40-50, 40 часов календарных дней, извините, пожалуйста, а на старших курсов по 50 календарных дней. При этом, если работник будет сдавать итоговые государственные экзамены, на них, на подготовку, на сдачу, представляется один месяц, ну а если еще и пишет выпускную квалификационную работу, то 4 месяца. При этом, напоминаю, что все эти данные будут в справке вызове. И именно отсюда мы будем брать дату начала и дату окончания этого отпуска. Именно здесь. Еще один вид отпуска – отпуск по беременности и родам. Это 255 статья Трудового кодекса. Этот отпуск исчисляется суммарно, предоставляется полностью. Работница пишет заявление с просьбой о предоставлении отпуска. Обратите внимание на слово «заявление». Это важно для того, чтобы ответить на следующие вопросы. И предоставляет листок на трудоспособности, где также указан срок, период с какого по какое. Ну а в 255 статье примерно продолжительность, общая продолжительность 140 календарных дней, ну а дальше в зависимости от осложненных родов или случаев многоплотной беременности увеличивается. На отпуск по уходу за ребенком сохранение места работы, согласно 256 статье, может использовать сама женщина либо передать это право другим членам семьи. При этом возраст ребенка, как правило, до трех лет. Но иногда просят писать два заявления о предоставлении отпуска до полутора лет и от полутора до трех. Это связано с выплатой пособия на ребенка, поскольку пособия разные, то и, собственно, даты этих отпусков тоже разные. Женщина может полностью использовать отпуск и выйти на работу тогда, когда заканчивается ее срок, то есть ребенку исполняется три года. А может периодически выходить на работу, затем опять уходить в отпуск и так до бесконечности. Еще одна форма – это когда женщина берет или кто-то из членов семьи, берет отпуск, выходит на неполное рабочее время, при этом он считается находящимся в отпуске. Поэтому все алиботы, которые распространяются на человека, который находится в отпуске по уходу за ребенком, они остаются за ним, в том числе выплата. Ну и еще алиботы без сохранения заработной платы. Казалось бы, чего проще? Работник пишет заявление, а работатель предоставляет это право. Но мы же все равно не оплачиваем это время. Но у работателя бывает необходимость, чтобы работник присутствовал на работе, выполнял какие-то функции. Поэтому в некоторых случаях работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы, даже если это негативно скажется на производственном процессе, в других случаях работодатель может, но не обязан предоставить. Вот эти случаи, когда работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы, перечислены в 128-й статье и в 263-й. А остальное также в 128-й статье Трудового кодекса сказано, что работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам предоставляется такой отпуск. Итак, 128-ю статью открываем и видим, что если к вам обращается участник Великой Отечественной войны, работающий пенсионер по старости, по возрасту, родители, жены, мужья, военнослужащих, погибших или умерших при исполнении обязанностей военной службы, работающие инвалиды или работники в случае рождения ребенка, естественно подтвержденные соответствующими документами, а также в случае брака, смерти близких родственников и дальше определяется определенная... Здесь работодатель обязан предоставить отпуск и в случае, если работодатель не предоставляет, то, естественно, это будет нарушение трудового законодательства. Итак, мы с вами перечислили те виды отпусков, которые на сегодняшний день предусмотрены российским законодательством. Следующий вопрос. Должен ли работодатель вносить все виды отпусков в график отпусков? Ну, казалось бы, несложный вопрос, но, собственно говоря, мы знаем, что нужно вносить, что не нужно, но тем не менее, давайте разбираться с этим. Во-первых, мы должны понимать, что работодатель обязан предоставить отпуск в случае, если это ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам, дополнительный оплачиваемый отпуск в случае, перечисленных в 116 статье, отпуск без сохранения заработной платы в случаях, перечисленных в 128 и 263 статье, учебный отпуск в определенных случаях, мы сейчас тоже их с вами перечислили в 173 статье, отпуск по уверенности родом и отпуск по уходу с ребенком тоже в случаях, перечисленных в этих статьях. В остальных случаях может, но не обязан. Учебный отпуск не во всех случаях предоставляет, и отпуск без сохранения заработной платы также он не обязан предоставлять. Так вот, исходя из этой информации, мы понимаем, что в некоторых случаях, когда мы утверждаем график отпусков, не позднее, чем за две недели до нового календарного года, у нас есть некая информация о ежегодных оплачиваемых отпусках и дополнительных оплачиваемых отпусках. Следовательно, эти отпуска мы должны вносить в график отпусков. Все остальные – это уже на усмотрение работодателя. Четкого ограничения, что нет ни в коем случае нельзя вносить отпуск без сохранения заработной платы, который ежегодно берет наш инвалид какой-то там группы, мы не будем этого, ну, этого ограничения нет. Поэтому все, что не разрешено, все, что не запрещено, разрешено. Следовательно, такие отпуска тоже можно вносить, если у вас есть такая информация. Про учебные отпуска та же самая история. Если мы понимаем, что работник в течение длительного времени учится, и мы знаем, когда примерно у него сессия, мы можем заложить это в график отпусков. Это облегчит нашу работу, безусловно, потому что мы будем знать, когда кто будет отсутствовать. Но еще раз повторяю, жесткое требование относится только к ежегодному оплачиваемому отпуску и дополнительным оплачиваемым отпускам. О всех остальных мы можем просто не знать до момента их наступления. Теперь, что касается очередности. В 123 статье сказано, что оплачиваемые отпуска, ежегодные и дополнительные, они должны быть обязательно прописаны, потому что нам нужно понимать, когда работник будет выполнять свою функцию, когда нет, и кто будет выполнять эти функции. Если мы пользуемся унифицированной формой графиков отпусков, то утвержденной Госкомстатом Российской Федерации, то будем пользоваться также и комментариями, в которых написано, что планирование отпуска работников в наступающем календарном году без ущерба для деятельности организации. Мы заносим график отпусков, организуем порядок предоставления отчетных ежегодных отпусков и отражение текущей ситуации задолженности по отпускам в рамках календарного года. Помните, что мы обязаны предоставить ежегодно оплачиваемый отпуск не реже, чем один раз в два года, потому что все остальное это уже будет нарушением трудового законодательства. Если мы говорим о дополнительных отпусках, они вызывают очень много вопросов, в частности, кто имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск, как его правильно оформить, и вопросы, связанные с расчетом компенсации за неиспользованные дополнительные отпуска при увольнении работника. Все неоднозначно, потому что если ежегодно оплачиваемый отпуск рассчитывается пропорционально отработанным временем, то компенсации за дополнительные оплачиваемые отпуска, они рассчитываются по-разному. Давайте разбираться. Во-первых, мы вспоминаем, что дополнительные оплачиваемые отпуска разные бывают, и в зависимости от этого мы, собственно, и начнем выяснять вот эти тонкости. Начинаем со 117 статьи. Это отпуска для работников, занятых на работах средними или опасными условиями труда. В прошлом году, извините, в прозапрошлом, в 2013 году, в этой статье были внесены изменения. Внесены изменения были в декабре, ну а с 2014 года они вступили в силу, где сказано, что ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах, которые по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда, второй, третий или четвертый степень, либо опасным условиям труда. Следовательно, нам нужно понимать, какие из них, значит, нужно провести обязательно специальную оценку условий труда и определить, какие условия на данном конкретном рабочем месте, вредные или опасные условия труда. При этом работнику минимальное продолжение с рабочим временем отпуска предоставляется 7 календарных дней. Минимально, больше можно, меньше нельзя. И здесь же в этой статье сказано, что на основании отраслевого, межотраслевого соглашения и коллективных договоров, которые вы заключаете между представителями работодателя и работниками, а также письменного согласия работника, без согласия работника мы ничего не делаем, оформленным путем заключения отдельным соглашением труда на договор, часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную продолжительность, то есть 7 календарных дней, может быть заменена отдельно установленной денежной компенсацией. в порядке и размерах, но условия, которые установлены отраслевым, межотраслевым соглашением, коллективные договоры. О чем идет речь? Если работнику положено не 7 календарных дней, а, предположим, 14, но при этом работник хочет получить компенсацию, то в этом случае работодатель имеет право ему оплатить все, что свыше 7 календарных дней. То есть полностью 14 календарных дней мы не можем оплатить, только остаток, то есть 7 календарных дней. При этом должно быть письменное согласие работника, ну и, естественно, это должно быть отражено в клеткем договоре либо в межотраслевых договорах. Министерство труда и социальной защиты в 2013 году опубликовало разъяснение, где говорится, что работодатель может самостоятельно по результатам аттестации рабочих мест, на тот момент еще термин «аттестация рабочих мест» действовало, сейчас это называется специальная оценка по условиям труда, то есть сейчас мы уже проводим специальную оценку, если закончился срок аттестации, может устанавливать компенсацию за тяжелые и вредные и опасные условия труда. При этом мы должны это зафиксировать либо в коллективном договоре, либо в локальном нормативном акте. Так вот, Верховный суд Российской Федерации указал, чтобы установить соответствующий размер компенсации, работатель может использовать действующие нормативные права акта. Обратите внимание, я красному выделила в том числе советского периода, потому что сейчас я буду ссылаться именно на такой законодательный акт советского периода, в части непротивовечащей трудовому кодексу. И я ссылаюсь на постановление Госкомтруда СССР и Президиума ОВЦ СПС от 1974 года об утверждении списка производств цехов профессии и должностей с вредными условиями труда, работы в которых дают право на дополнительный отпуск и сокращенные рабочие деньги. Значит, существует такой список, которым мы можем пользоваться. При этом обратите, пожалуйста, внимание на то, что если в случае основного ежегодного оплачиваемого отпуска мы оплачиваем пропорционально, все время работают за исключением каких-то моментов, которые указаны в 121 статье, то в старшей работе дающей право на ежегодный дополнительный отпуск за работу с вредными или опасными суммами труда включается только фактически отработано в этих условиях время. При этом учитываются только дни, те дни, которые работник фактически трудился в этих условиях, не менее половины рабочего дня. То есть если был простой, скажем, рабочий день 8 часов, простой 6 часов, то 2 часа фактического труда в этих условиях не является поводом для предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска. И опять же ссылка на инструкцию о порядке применения списка, которая утверждена в 1975 году, где сказано, что полный дополнительный отпуск предоставляется только если работник отработал во временных условиях туда не менее 11 месяцев. 12 месяц это, собственно, сам отпуск, ежегодный оплачиваемый отпуск, он включается в стаж. В девятом пункте основной и дополнительный отпуск предоставляется одновременно, даже если право на их использование возникает в разное время. Та же работа исчисляется раздельно. Ну и, наконец, количество дней отпуска рассчитывается по каждой должности отдельно. В случае, если сотрудник в течение года был занят на должностях с разными продолжностями дополнительного отпуска. Допустим, полгода он работал на должности, которые предполагают 7 дней, календарных дней дополнительного отпуска. Остальные полгода он работал на должности, которые предполагают 12 календарных дней отпуска. В этом случае мы отдельно считаем. Отдельно 7 и отдельно 12. В счет времени, проработанного во вредных условиях, засчитываются только те дни, в которых сотрудник отработал не менее половины установленной нормы. Об этом мы уже говорили. Давайте посмотрим, как это на практике делается. Я вам сейчас приведу три формулы, и мы посмотрим, как можно с ними работать. Первое. Как рассчитать среднемесячное количество рабочих дней? Для этого необходимо количество рабочих дней по графику, фактически отработанного, разделить на 12 месяцев. Пример. Работник поступил на работу 1 сентября 2014 года. К 31 августа 2015 года прошел полный рабочий год. Работнику положим за рабочий год дополнительно оплачиваемый отпуск 14 календарных дней. Рассчитывать будем по календарю пятидневной рабочей недели. Открываем производственный календарь и выясняем, что по пятидневной рабочей неделе в расчетном периоде у нас получается 247 рабочих дней. 247 рабочих дней делим на 12 месяцев. И у нас получается 20,58. Это и есть то самое среднемесячное количество рабочих дней в месяце, которое отрабатывает работник. Итак, мы с вами выяснили среднемесячное количество рабочих дней. Далее. Нам нужно посчитать, какое количество полных месяцев работник отработал во вредных условиях для того, чтобы определить, какое количество дней отпуска им предоставлять. Это рассчитывается по формуле. Количество дней работы в течение года, фактически отработанного, разделить на среднемесячное количество рабочих дней. Среднемесячное количество рабочих дней мы с вами уже посчитали. Оно составляет 20,58. Тот же самый пример, да? Смотрим. Вот оно. А фактически отработанное время во вредных условиях труда, допустим, оказалось не 247, как по производственному календарю, а 200 дней. Потому что 47 рабочих дней он проболел в течение года, суммарно, естественно, и остается 200 рабочих дней. 200 рабочих дней мы делим на 28 и 58 на среднемесячное количество рабочих дней. И получаем, что работник за год, работнику за год положено дополнительных оплаченных отпусков за 9,71 месяца. Вопрос. Можем ли мы округлить? Если остаток дней составляет менее половины среднемесячного количества рабочих дней, то он исключается. А если половина и более, то округляется. Это также инструкция по десятой. В нашем случае 9,71 суеты – это больше половины месяца. Поэтому округляем в большую сторону до 10. Следовательно, работник отработал 10 месяцев во временных условиях дита. Именно за эти 10 месяцев мы будем предоставлять ему отпуск дополнительный. Как рассчитать продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска? Есть формула, когда установленное количество дополнительного отпуска мы делим на 12 месяцев, чтобы узнать среднемесячное количество дней отпуска. То есть проработав один месяц, работник зарабатывает право на какое-то количество дней. И затем умножаем на то самое количество полных месяцев, которые работник отработал во временных условиях труда. Итак, пример уже знакомый нам. Продолжаем его считать. Мы выяснили, что фактически работник отработал во временных условиях труда 10 месяцев. Следовательно, 14 календарных дней, если бы он отработал 12 месяцев. Мы делим на 12 месяцев, узнаем среднемесячное количество календарных дней отпуска положенных работнику и умножаем на фактическое, то есть на 10 месяцев. У нас получается 11,67 календарных дней отпуска. Если округляем, то в большую сторону до 12 календарных дней. Таким образом, работник, который поработал полный рабочий год и которому положено дополнительный оплачиваемый отпуск 14 календарных дней, но по факту он отработал не норму 247, а 200 дней, ему положено 12 календарных дней, а не 14. Речь шла о дополнительном оплачиваемом отпуске для работников с средними или опасными условиями труда. Но мы знаем, что есть еще ряд дополнительных отпусков, в частности, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер работы. Статья 118. Кто относится к этим работникам? Вот примеры. Допустим, это врачи общей практики и медицинские сестры. Так сказано в постановлении правительства Российской Федерации от 1998 года номер 1588. Или работники территориальных органов власти Чеченской Республики, а также командированные Чеченскую Республику, это постановление правительства 1994 года. Работники транспорта, связи и других, при этом особенности режима рабочего времени, а также отдыха, определяется в порядке с новым правительством. Это постановление правительства номер 877 от 2002 года. Статья 119. Ежегодный дополнительный отпуск тем, кто работает с ненормированным рабочим днем. Если работнику официально установлен ненормированный рабочий день в локальном нормативном акте и в трудном договоре, то ему полагается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Причем он не может быть менее трех календарных дней. Больше работодатель имеет право установить более длительный оплачиваемый отпуск. При этом в 2014 году были внесены изменения в эту статью, где сказано, что порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем устанавливаются в федеральных государственных учреждениях нормативными правыми актами правительства Российской Федерации. В государственных учреждениях субъекта Российской Федерации нормативными правыми актами органов государственной власти субъекта Российской Федерации. В муниципальных учреждениях, нормативно правильными актами, органах местного самоуправления. Все остальные организации устанавливают это либо коллективным договором, либо правильным внутреннего трудового распорядка. И наконец еще один дополнительный вид отпуска, это ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск согласно 321 статье работникам, которые работают в районах Крайнего Севера, это 24 календарных дня, и при равных к ним районах, это 16 календарных дней. И тут я также ссылаюсь на постановление от 1967 года, номер 1029. Четвертый вопрос, который мы рассмотрим, как рассчитывать количество дней разных видов отпусков, если они приходятся на праздники, сдвигаются, не сдвигаются, учитываются, не учитываются. Но первое, что мы должны сделать, это разделить все виды отпусков, которых мы говорили, на две группы. Там, где нерабочие и праздничные дни, включаются в число дни отпуска и там, где не включаются. Что включаем? Сейчас на практике тоже покажу, как это выглядит на премьере. Учебный отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по ходу с ребенком, отпуск без сохранения заработной платы. То есть, независимо от того, приходится ли на эти периоды отпусков праздничные дни или нет, мы на это не обращаем внимания, мы все равно отчитываем определенное количество дней или какой-то период, срок указываем. Не включаются. Ежегодно основной оплачиваемый отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск согласно 120 статье. Итак, на примере. Для того, чтобы правильно рассчитать количество дней отпуска и период, когда работник будет выходить из отпуска, нам необходимо вспомнить, какие нерабочие праздничные дни в Российской Федерации являются. И в статье 112 они все перечислены. У нас 14 нерабочих праздничных дней и 8 праздников. Это новогодние каникулы, Рождество Христово, День Защитника Отечества, Международный Женский День, Праздник Весны и Труда, День Победы, День России и День Народного Единства. Итак, как же мы рассуждаем? Я вам сейчас покажу таблицу и мы на примере посмотрим, как вот эти нерабочие праздничные дни влияют на количество дней отпуска. Как рассчитать дату начала и дату окончания этого отпуска. Мы рассмотрим два варианта. Вариант первый. Мы будем рассматривать 28 календарных дней основного оплачиваемого отпуска и 3 дня дополнительного оплачиваемого отпуска. Ну, например, за ненормированные рабочие дни. Второй вариант в этой таблице мы будем рассматривать другие виды отпуска. Это учебный отпуск 28 дней календарных и отпуск без сохранения заработной платы 3 дня. Итак, количество дней, как вы видите, и в первом, и в втором случае одинаковое. 28 плюс 3. Начало отпуска я привязала к праздникам для того, чтобы посмотреть, как заканчивается отпуск. Начало у них тоже одинаковое. Все вот эти отпуска начинаются в одно время. Но при этом давайте посмотрим, как это сказывается на окончании. Если мы рассчитываем по первому варианту, то есть это основной оплачиваемый отпуск и дополнительный, согласно которому... Да, спасибо вам. Те дни отпуска, которые включаются... Те нерабочие праздничные дни, которые не включаются в отпуск, они как бы продлевают отпуск. В втором случае не продлевает. Итак, начало отпуска 23.12.2014. Окончание отпуска 30.01.2015. Выход на работу на следующий день 31.01.2015. Обратите внимание, на этот период приходится несколько, точнее 8 нерабочих праздничных дней. И на все это время мы как бы передвигаем отпуск. В случае, если мы предоставляем учебный отпуск, и там написано в справке вызове, что учебный отпуск заканчивается в какую-то определенную дату, 28 календарных дней, а потом работник ищет период отпуска без сохранения зарплаты, то в этом случае нерабочие праздничные дни сюда включаются. И дата окончания отпуска 22.01.2015. Выход на работу 23.01. И дальше по каждому празднику. Следующий праздник. В случае, если это ежегодный оплачиваемый отпуск, то дата окончания 04.03. Выход на работу 05.03. В случае, если это отпуск учебный или отпуск без сохранения зарплаты, то, как вы видите, 8 марта не включается. Значит, отпуск будет заканчиваться раньше 03.03.2015. Выход на работу 04.03.2015. Вопрос, который мучает многих котровиков, сгорают ли отпуска, дополнительно оплачиваемые учебные и так далее, если работник не использовал их в течение определенного времени. Ответ тоже неоднозначный, потому что какие-то отпуска, да, действительно сгорают, то есть мы их не компенсируем, другие не сгорают. Итак, учебный отпуск, он предоставляется по справке вызова. И там четко сказано, когда начинается сессия, когда заканчивается сессия. Поэтому мы отпускаем работника именно для того, чтобы сдавать эти экзамены. Если работник не использует, то, естественно, мы ему ничего возмещать не будем. Есть определенное время, срок, и он должен это использовать, либо не использовать. Это его право. То же самое отпуск по беременности и родам. Сейчас подробнее об этом расскажу. Отпуск по ходу с ребенком. Если работница выходила, прерывала отпуск и выходила на работу в течение нескольких месяцев работала, то это не значит, что мы должны каким-то образом компенсировать ей это время. И отпуск без сохранения заработной платы. Не сгорают отпуска. То есть те отпуска, которые, если работника не использовал, мы должны ему компенсировать. Ежегодно остальное оплачиваем и дополнительно оплачиваем отпуска. Хочу обратить ваше внимание, вот на какую ситуацию. Если работница приносит заявление с просьбой о предоставлении отпуска по беременности и родам, но по лиственной трудоспособности сроки уже прошли. То есть, предположим, с 1 сентября она должна была оформить отпуск по беременности и родам, а пришла только сегодня, 13 сентября. Вопрос, с какой даты мы будем ей оформлять этот отпуск? Многие кадровые работники, помня, постулат не навреди, идут навстречу работнику, работнице, и оформляют отпуск с 1 сентября, как написано в листке на трудоспособности. Но это не совсем верно, поскольку листок на трудоспособности оплачивается из средств ФСС, и Фонд социального страхования России объясняет своим письмом в 2004 году, что если заявление подано позже даты определенной листки на трудоспособности, то получают пособие, исходя из оставшегося количества дней отпуска по беременности и родам. Следовательно, отпуск оформляем по факту, то есть текущей даты. Следующий вопрос. Что делать, если работник не хочет использовать учебную отпуск? То есть по беременности и родам он спуск поход за ребенком и так далее. То есть у него есть это право, но он почему-то по какой-то причине не хочет это использовать. Ну, начинаем, конечно же, с ежегодно оплачиваемого основного отпуска, когда мы внесли в график отпусков работника, и работник обязан его использовать, поскольку график отпусков, как сказано в 123 статье, обязательна как для работодателя, так и для работника. Все остальные отпуска не регламентируются, но помня о том, что это право работника использовать отпуск, а не его обязанность, например, учебный отпуск, мы можем сделать вывод, что если работник не хочет воспользоваться этим правом и не приносит вам соответствующий документ, то, естественно, работодатель не предоставляет ему этот отпуск. Никакой ответственности, естественно, нести не будет. То же самое происходит и с другими отпусками, например, по беременности и родам. Если женщина не написала заявление, не принесла листок на трудоспособности, мы не оформляем этот отпуск. И отпуск поход за ребенком. Многие женщины не пользуются своим правом, а либо передают его кому-то другому, ну, либо каким-то другим образом выходят из положения и работают. Можно ли отозвать работника из отпуска в случае производственной необходимости? Эта норма тоже регламентируется только относительно основного оплачиваемого отпуска. И в статье 125 четко сказано, что отзыв из отпуска допускается только в согласии работника, имеется в виду основной ежегодно оплачиваемый отпуск. Ну и есть ограничения по категориям работников, которые мы не имеем права отзывать из отпуска. Все остальные отпуска не регламентируются. Поэтому здесь, на мой взгляд, если мы уже оформили какие-то отпуска, допустим, отпуск учебный или беременности родом, или без сохранения заработной платы, то в этом случае такого понятия как отзыв в принципе не может быть. Но если необходимость имеется, то нужно договариваться с работником, может ли он выполнить эту функцию, и все это оформляется только в согласии работника. Еще раз повторяю, что законодательство это не регламентируется. Как оплачиваются разные виды отпусков? Есть отпуска, которые работодатель обязан оплатить. Другие виды отпусков работодатель может, но не обязан оплатить. Какие же виды отпусков должны быть обязательно оплачены? Конечно же, это ежегодно оплачиваемый отпуск и дополнительный отпуск. Учебный отпуск только в определенных случаях. Отпуск по беременности родом и отпуск по уходу с ребенком, да, он тоже оплачивается, но это скорее даже не оплата отпуска как таковая, а оплата листка трудоспособности в случае отпуска по беременности родом. И это выходное пособие по уходу за ребенком в случае отпуска по уходу за ребенком. В каких случаях работодатель не обязан оплачивать? Ну, может. Например, когда работник получает вторую высшее образование, и мы помним, что согласно 173 статье работодатель не обязан оплачивать, но может пойти навстречу работнику, чтобы завоевать его лояльность, преданность организации и оплатить. Либо работникам по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. Это 128 статья. Помним, это отпуск без сохранения заработной платы. Как же оплачивается эти отпуска? По среднему дневному заработку. Оплачивается ежегодный основной оплачиваемый отпуск, дополнительный оплачиваемый отпуска, учебный отпуск по среднему заработку. А вот отпуск по беременности родом и отпуск по уходу за ребенком оплачивается согласно федеральному закону 255-го, вот 2006-го года. Сейчас я тоже о нем расскажу. Ну, а отпуск без сохранения заработной платы и в определенных случаях учебный отпуск вообще не оплачивается. Итак, как рассчитывается средний заработок? Мы помним, что согласно 136-й статье оплата опуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала. Как рассчитывается? Собираются все предусмотренные системы оплаты труда, виды выплат. Это не только постоянная часть, но и беименная часть, независимо от источников выплаты. Это может быть фонд оплаты труда, либо выплаты из прибыли. Собирается все это суммируется. И дальше рассчитывается средний дневной заработок. Для этого необходимо данную сумму разделить на 12 месяцев. И мы узнаем средний месячный заработок. А затем разделить на среднее количество дней в месяце на 29,3 дня. Согласно 139-й статье Трудового кодекса. И мы получаем средний дневной заработок. Затем умножаем на количество дней отпуска. И у нас получается оплата отпуска. Обратите внимание, что со 2 апреля 2014 года было уточнено среднее количество дней в месяц. Раньше до этого момента мы считали 29,4, сейчас 29,3. А в случае, если работодатель вовремя не выплатил, то работник имеет право либо перенести отпуск, я имею в виду дополнительное оплачивание или ежегодное оплачивание основного отпуска, либо работодатель обязанных выплатить с уплатой процентов за каждый день задержки. Согласно 236-й статье Трудового кодекса. Напоминаю, что согласно 255-м федеральному закону мы рассчитываем посуде по беременности и родам. Оно выплачивается за страхованные женщины в размере 100% среднего заработка. Средний заработок мы знаем, как рассчитывается. И дальше за страхованные женщины, имеющие страховой стаж в мили 6 месяцев, посуде по беременности и родам выплачивается в размере, не превышающем за полный кольдар месяц минимального размера опласта труда, то есть по МРОТу. Посуде по уходу за ребенком выплачивается либо матери, если она ухаживает за ребенком, либо другим лицам, которым она передала это право. И оплачивается со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенка возраста полутора лет. Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в случае, если работник будет работать либо на условиях неполного рабочего времени или на дому и продолжает осуществлять уход за ребенком. И вот сразу же возникает вопрос, а что такое неполное рабочее время? В соответствии с трудовым законодательством у нас нет четкого указания на то, сколько часов в неделю должен отработать конкретный работник, чтобы работа считалась на условиях неполного рабочего времени. У нас есть 91 статья Трудового кодекса, где сказано, что нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю. Вот исходя из этого, мы будем отталкиваться от этого и считать, что полное рабочее время это 40 часов в неделю. Но для других категорий есть определенные категории, у которых сокращенное рабочее время, тогда для них будет 35 или 36 часов в неделю, или 24, например, в зависимости от категории. Это будет полное рабочее время, ну а все остальное, что меньше, будет неполным рабочим временем. То есть теоретически это может быть один час в неделю, а может быть 39 часов в неделю, если на общих условиях, на общих основаниях. Еще один момент. Ежемесячные пособия по ходу ребенка выплачиваются в размере 40% среднего заработка. Застрахованно лица, но не менее минимального размера этого пособия. А в случае ухода за двумя и более детьми до достижения возраста полутора лет размер ежемесячного пособия и в числе и в соответствии с частью первой статьи СОМ и НЕРОВИНСВА. Обратите внимание, что пособие назначается по месту работы застрахованного лица. То есть если женщина берет мама, использует свое право в этом случае, по месту ее работы. Если это право использует другой член семьи, значит по месту его работы. При этом какие документы требуются? Это для назначения выплаты пособия. По беременности и родам это листок нетрудоспособности, справка о сумме заработка, по которой мы будем исчислять это пособие. В случае, если речь идет о пособии по ходу за ребенком, то нужны другие документы, в частности заявление от этого лица о назначении пособия, свидетельство о рождении, или усыновлении ребенка, который подтверждает факт наличия ребенка. И справка с места работы другого лица, который не использует свое право отпуска по ходу за ребенком и не получает ежемесячного пособия. в случае, если мать или отец, или оба родителя ребенка не работают, либо обучаются в полученной форме, то в этом случае необходима справка из органов социальной защиты, населения по месту жительства, а не получение ежемесячного пособия по ходу за ребенком. В этом же законе 255-м показано, как рассчитывается средний заработок этого пособия. Он рассчитывается за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудспособности, либо отпуска по беременности родом, или отпуска по ходу за ребенком. В случае, если так получилось, что застрахованное лицо находилось в отпуске по беременности родом в это время, или в отпуске по ходу за ребенком, то соответствующие календарные годы по заявлению застрахованного лица могут быть заменены в целях расчета среднего заработка предшествующими календарным годами, при условии, что это приведет к увеличению размера пособия. То есть у женщины рождается второй ребенок, и она для того, чтобы сумму пособия, количество денег получить соответствующая, она берет не последние два года, когда она находилась в отпуске по ходу за ребенком, а предыдущие, когда она работала. Ну а в случае, если застрахованное лицо в эти периоды не имело заработка, вообще нигде работник не работал, а также в случае, если средний заработок рассчитанный за эти периоды в расчете за полный календарный год ниже МРОТа, то в этом случае пособие будет исчисляться, рассчитываться, исходя из минимального размера оплаты труда. Ну и средний дневной заработок для исчисления пособия будет определяться путем деления суммы на численного заработка за период 730, то есть за период на 730, то есть 730 – это среднее количество дней за два года. И дальше делим на число календарных дней в этом периоде. Период времени дродспособности или отпуска по беременности и родам, отпуск по ходу за ребенком и период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной оплаты. За этот период страхового выноса и фонд социального страхования не вычислялись. А мы переходим с вами к девятому вопросу. Можно ли заменить неиспользуемые ни отпуска, ни денежной компенсацией? В каких-то случаях это можно сделать, в каких-то нельзя. Мы можем заменить ежегодный основной оплачиваемый отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск согласно 126-й статье. Нельзя. Учебные отпуска не заменяем, потому что работник – это право работника использовать. Если он не используется, значит, мы больше ничего оплачивать не будем. Отпуск по беременности и родам, отпуск по ходу за ребенком и отпуск без сохранения заработной платы. То есть, если работник не использовал свое право, значит, это право остается за ним. При этом, если речь идет о ежегодном оплачиваемом отпуске, то все, что свыше 28 календарных дней, минимума, может быть по письменному заявлению работника, заменим много. Но есть ограничения. В частности, мы не имеем права заменять денежную компенсацию ежегодный основной оплачиваемый отпуск беременным женщинам, работникам в возрасте до 18 лет и, обратите внимание, дополнительному оплачиваемому отпуск работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, заработать в соответствующих условиях, потому что это связано со здоровьем и жизнью людей. При этом в 117 статье сказано, что если мы заменяем денежную компенсацию и дополнительный оплачиваемый отпуск, то это мы можем сделать в случае, если работник хочет, чтобы мы его заменили, но 7 календарных дней он должен обязательно использовать. И, наконец, ответственность. Что будет работодателю в случае, если работник, если он не предоставил отпуск или предоставил с нарушениями. Здесь мы будем ссылаться на кодекс об административных правонарушениях статья 5.27 и обратите, пожалуйста, внимание, что с нынешнего года, 2015 года, повысили штрафы за нарушения. Например, в пункте 1 нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих норму трудового права, в зависимости от того, на кого будет возложена ответственность, будут и уровень штрафа от 1 тысячи рублей до 50 тысяч рублей. Штрафы резко увеличились. Ну, а в пункте 4 сказано о том, что если работодатель повторяет свои правонарушения после того, как он был подвергнут административным наказанием, штрафы резко возрастают. Опять же, от 10 до 70 тысяч рублей. Это достаточно серьезные штрафы. Давайте посмотрим, все ли вопросы мы с вами рассмотрели. Итак, какие виды отпусков предусмотрены российским законодательством? Мы с вами перечислили их. Должен ли работодатель носить все виды отпусков и отпусков? Выяснили, что нет. Какие это должен носить, какие-то нет. Поговорили о дополнительных оплачиваемых отпусках. Посмотрели, как рассчитывается количество дней разных видов отпусков, если они приходятся на праздники. Выяснили, какие отпуска сгорают, какие не сгорают. Определили, что делать, если рабочий не хочет использовать виды отпусков, такие как учебный, отпуск по беременности родом, отпуск по ходу ребенка. Выяснили, что это право работника, а не его обязанность. Выяснили, что из некоторых видов отпусков работодатель имеет право согласие работника отозвать его в случае производственной необходимости, ну, а некоторые просто не регламентированы законодательством. Определили, как оплачиваются разные виды отпусков, они оплачиваются по-разному. Выяснили, можно ли заменить неиспользованные дни отпуска, денежные компенсации, какие-то можно, какие-то нельзя. И узнали, об ответственности работодателя за нарушение правил предоставления отпусков. Сейчас я вам предлагаю ответить на пять вопросов, которые я для вас приготовила, и затем я отвечу на ваши вопросы. Я думаю, что вы все готовы. Итак, сейчас у вас на экране появятся вопросы с вариантами ответов. Я вас попрошу ответить на эти вопросы, выбрать правильный вариант ответа, и потом мы посмотрим результат. Приготовились, начинаем отвечать на вопросы. я предлагаю проверить наши знания. Вопрос первый. Какие из перечисленных видов отпусков предусмотрены российским законодательством? Вы можете прямо в чате писать свои ответы. Первый. Ежегодный оплачиваемый отпуск. Второй. Дополнительный оплачиваемый отпуск. Третий. Учебный отпуск. Четвертый. Отпуск по беременности и родам. И пятый. Отпуск по ходу за ребенком. Итак, какие из перечисленных видов отпусков предусмотрены российским законодательством? Все. Один, два, три, четыре, пять. Все. Ну, молодцы. Все. Хорошо. Второй вопрос. Все. Спасибо, Екатерина. Включаются ли нерабочие праздничные дни в количество дней учебного отпуска? Два варианта. Либо да, включаются. Либо нет, не включаются. Да, включаются. Да, Марина тоже считает, что включаются. Екатерина. Да, считает, что включаются. Все. Молодцы. Переходим к третьему вопросу. Какое время включается в стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные отпуска за работу с временем или опасными условиями труда? Первый вариант. Ответа. Только фактически отработано в этих условиях время. Второе. Все время работы в данной организации. Не торопитесь, Татьяна. Я вижу ваш ответ. И третий. Общее время работы в данной организации в данной должности, либо по данной профессии. Теперь, пожалуйста, ваши ответы. Фактически отработанное время, Екатерина пишет. Марина пишет первый ответ. Да, фактически отработанное время. Ну и Татьяна правильный ответ уже дала нам. Просто она самая первая. Я не успела даже прочитать. И Марина тоже так считает. Да, все правильно. Следующий вопрос. Загорают ли дополнительные оплачиваемые отпуска, если работник не использовал их в течение определенного времени? Два варианта. Либо да, либо нет. Дополнительные оплачиваемые отпуска. Нет, не сгорают, пишет Марина. Так, остальные что думают? Нет, Екатерина пишет. Нет, Марина пишет. И нет, пишет Татьяна. Да, вы правы. Не сгорают, мы должны компенсировать. В случае увольнения мы компенсируем. И, наконец, пятый заключительный вопрос. Можно ли заменить неиспользованные дни отпуска по беременности родом денежной компенсацией? Два варианта. Либо можно, либо нет. Нет, о, какие вы. Да, единодушно. Нет и все. Действительно, этого делать нельзя. Поэтому либо отпуск используется, либо не используется. Напоминаю, что мы всегда ждем в нашем центре. И если вас интересуют еще какие-то вопросы, то курсы специально для вас. Ну, а теперь я готова ответить на все ваши вопросы. Мы с вами прощаемся. Очень понравилось. Спасибо. Мне тоже очень понравилось с вами общаться. Всегда рада видеть вас в нашем центре. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok